Пресс-служба Автоваза сообщила о запуске производства Lada Largus CNG с бетопливным мотором. Такой автомобиль может работать и на бензине, и на природном жиженом газе. Газобаллонным оборудованием обещают осносить как коммерческий фургон, так и пассажирский универсал, а также его кросс-версию. О подробностях этой новинки сегодня и поговорим. Ты на канале ПРОАВТО. Поехали! Первым автовазом на метане стала Lada Vesta, а вот о Largus говорили целых три года, и дело дошло только сейчас. Lada Largus CNG оснащен 16-клапанным вазовским двигателем 1,6 литра в 106 лошадей, работающий в паре с механикой. В фургоне газовый 90-литровый баллон, установлен за перегородкой, который отделяет кабину от кузова, из-за чего объем грузового отсека уменьшился с 2540 до 2225 литров. У пассажирского Largus баллон расположили за вторым рядом кресел, поэтому семиместному универсалу версия CNG и не досталось. Кстати, штатный 50-литровый бензобак полностью сохранили. Новинку в грузовом варианте оценили в 728 300 рублей. В список оснащения авто в базовой комплектации входит пара фронтальных подушек безопасности, сидений с подогревом и аудиосистема. А вот пассажирская версия Largus обойдется в 753 900 рублей. Дайте деньги, вы получите авто с 15-дюймовыми штампованными дисками, кондиционером и аудиопроигрывателем с двумя динамиками. Кроме того, можно выбрать из двух вариантов отделки салона – черный карбон или светло-серый тропик. Largus CNG Cross получила прайс 813 400 рублей. Приподнятый сарай отличается элементами пластиковой защиты кузова и стеклоподъемниками с электроприводом. Больше отличий не наблюдалось. Бак для бензина вмещает до 50 литров топлива, а в баллон с газом можно закачать 90 литров. Благодаря такому запасу машина может ехать без дозаправки до 1000 км пути. Кстати, еще немного интересных новостей. В 2018 году стало известно о том, что линейку бетопливных Lada может пополнить и наша Гранта. Правда, если метановая версия у Гранта и появится, то не раньше 2020 года. Поэтому немного подождем. Ну а как думаете вы, стоит ли вообще на авто вас ставить метан? Пишите ваше мнение в комментариях, а также подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. С тобой был автомобильный канал ProAuto. До скорых встреч!